Друзья, привет! Канал Апостол ЮА начинает свой маленький репортаж. Сегодня, друзья, жара спала, и я захожу на туристический оздоровительный комплекс семьи Петрушевских Нептун. Семья Петрушевских давно нам сделала такой подарок. Посмотрите, вот, как здесь все убрано, как здесь все хорошо придумано и сделано. Все заасфальтировано, все прекрасно сделано, посажено в туи, которая непосредственно поливает. Вон одна площадка заезда, а это вот вторая площадка заезда. Вот посажены туи, все поливается, чистота урона. А вот остался Мэрии кусок. Посмотрите, машины заезжают в воскресенье, тут машин полно, траву всю вытоптали. Вытоптали. И сейчас я вам зайду, покажу, где безхозяйственность. Привет, я всегда. Вот здесь. Видите, что творится? Это вытоптали все машины. Значит, что надо Мэрии? Поставить здесь все-таки, я думаю, раз. Сюда заезжают машины, здесь нашествия. Значит, что надо сделать? Поставить Мэрии срочно. Срочно поставьте, пожалуйста, государственную автостоянку. И это принесет прибыль как району, так же само и стране. И тут что? Будет порядок. А не вот это, что? Вот этот весь песок скоро. И вот эта вся пыль, она будет вот там. Ты купайся, а тебе будет нести в спину песок. Почему? Потому что все здесь вытоптало. Вот, друзья, рыбаки идут. Привет. Ну что вы там? Нормально. Слава Богу. Карач ловился? Нет. Нема. Полнолуние. Вот, видите, что вытворили? Затоптали все. А там, где огорожено, там порядок. А там еще частная собственность семьи Петрушевской. Вот мы, вот тут тоже все повыгорало. У нас стояло до 45 градусов жара. Они приезжали так же сюда. Вот спускаемся. Вот этот кусочек, я не знаю, Петра Григорьевич его не то, что оккупировал. Под ним числится нет, но тут фактически находится что? Беспредел. Беспредел. Посмотрите, какие тут еще горныки. Какие тут вот валуны. Что творится здесь? Беспредел. И вот этим надо, как бы сказать, нам всем сообща заняться. Навести вот тут порядок. У нас же есть соответственные органы. У нас есть специализированные управления, которые могут все это как бы засыпать и привести в порядок. Этого не должно быть на территории района и в отдыхающей зоне. Это беспредел все-таки. Я считаю. Вон, смотрите, что творится. Повырывали. А вон тоже так же любители природы. Но не буду я сегодня снимать его номера, конечно. Но заезжают на траву, затаптывают траву сюда, так же заезжают. Винницкий отдыхают по этой дороге. Вот видите, что творили. Закатали сюда дорогу. Закатали сюда дорогу. Я те годы покупал специально сюда траву. Насевал. Почему? Потому что я собирал. Я собирал здесь травы. Тут была хорошая крапива. Вот тут был хороший этот самый... Ростли. Так же самое было немножко зверобоя. Так же самое было немного алтея. Было немного деревья. Все затоптали. Вот смотрите, как отдыхают наши люди. Вот эту дорогу тоже что-то здесь подели. А разбили, сделали сюда дорогу. Конечно, это беспредел. Это беспредел, и он должен быть на корню обрезан. Он так же сам, вот этот яр, вот этот яр надо будет привести все-таки в порядок. И местная общественность должна, конечно, поднять вопрос про это. Раз выделяют государство деньги, значит эти деньги должны идти в громаду. И так же самая громада должна заниматься вот этим вопросом. Я знаю, что есть дела насущные, и они посильнее, и они поважнее. Но это тоже наше здоровье и здоровье наших детей. Так же хотелось, чтобы здесь, конечно, был порядок. Ну, а здесь, видно, семья все-таки Петрушевских тоже потрудилась, посадила. Вот лес, березы, тоже повыгорало. Немного они, конечно, следят здесь за порядком. Сейчас мы ближе подойдем к речке, и я вам немного покажу наши края. Хочется все-таки показать вам издалека туристический комплекс. Сейчас я приближу ее. Вот он сделал. Там ресторан, гостиница, бары. Вот сам тоже комплекс. Вот пляж. Сегодня людей нету, похолодало. Солнышка нету, скрилось. Вот наша красочная река Южный Бух. Вот такие это дела.